Всем большой привет! Сегодня самый странный, наверное, влог за всю историю влог. Во-первых, время уже 10 час, а я только начинаю снимать влог. Во-вторых, я не на диване. Мне кажется, здесь лучше свет. Хотя, судя по моим синякам, это все не так на самом деле. Сразу хочу вас предупредить, что влог данный будет коротким. Я вам сейчас покажу все, что я сегодня сделала. Я сегодня заспамила истории, и я не могу просто не снять видео. Вот я как раз сейчас последнюю фотографию об истории выложила с ландышами. Мне просто кажется, что лучше хотя бы что-то выкладывать. Пусть будет небольшой какой-то отрезок времени, но по крайней мере какая-то весточка с полей, чем вот так вот, как я до этого пропала на месяц. Начать хочу вот с такого букета. Всего букетов будет 2 и 2 композиции. А, 3 еще маленький букетик с ландышами. Итак, вот такая вот история из фрицелярии. Хризантемы, кустовой розы, зелени пластпии, русскус российский, папоротничек обычный, статица двух цветов. Фрицелярия сказала, не помню. И здесь я попробовала, насмотрелась в инстаграм, как корейцы упаковывали на букет. И как бы вот, да. Ну, совсем не оно, конечно, как вы видите, но я пыталась. Это знаете, как есть, когда красивые блюли, кто-то по его рецепту готовит. Группа называется Я Приготовил. Я в ней состою, очень там смешно. Вот у меня примерно то же самое я упаковал. Ну, вообще не то, не то же самое. Но, конечно, объем дает очень дикий. Но и мне все равно хочется научиться такие букеты делать. Это, конечно, ну, не совсем какое-то великое мастерство. Но мне хочется научиться такие упаковки делать. Пока, вот, как вы видите, все очень плачайно. Вот, еще такой букетик на каркасе из пробки. Я показывала вам, у меня одно время был такой период, когда я все делала из пробки. У меня с пробкой был какой-то такой влюбленность, такой коротковременный романчик. Вот, и как раз таки вот этот каркас является плодом моего романа с пробкой. Вот, и я решила сделать на нем букет на этом каркасе. Вот такой букет. Он небольшой. Ну, где-то сантиметров 25-30, наверное, у него. Хотя, может быть, побольше. Но не очень он прям какой-то сильно большой букет. Здесь состав хризантем Кассантини. Кустовая розочка вот такая вот оранжевая. Так, клематисы. Клематисы, кстати говоря, как я ставлю, меня спрашивали в инстаграм. Делю веточку на две части. Одну часть на пробирку, одну часть оставляю на своей ножке. Получается, здесь три ветки. Из них вот этот и вот этот вот цветочки, они такие, ну, получается, их напарники сломались. Вот. Ну, и все равно смотрится достаточно, ну, много клематис, его видно. Также зелень фисташка. Обратите внимание, что я говорю фисташка. Здесь пока ничего не, никакой упаковки нету, потому что букет еще не продан. И потом уже в момент продажи завяжем ленту, потому что не хочется, чтобы она была какая-то там мокрая, противная. Так, еще вот такой ящик. Его я, в свою очередь, в инстаграм не выкладывала. Здесь состав гермини розовый, вот такие вот, очень красивенькие, нежненькие. Хоть их часто мы и используем, но все равно цвет, вот прям нежный, хороший цвет такой. Пион. Пион один, пион второй, большой и маленький. Так. Статица. У нас сейчас недорогая статица, поэтому она везде. Я люблю, на самом деле, вот стать цилимониумом и вообще вот такой вот цвет мне очень сильно нравится. Цветовая гамма. Кустовая гвоздичка. Лизиантус. Вот, он тоже вот этот, лизиантус. Так, кустовая гвоздичка еще вот такая вот нежно-розовая. И все. Сейчас самое классное время для того, чтобы выходить замуж. Вообще, я в этом глубоко убеждена, потому что ландыши и пионы сейчас, ландыши уже пошли, пионы очень скоро начнутся. И прям букеты можно делать аналоги, потому что таких цветов, ну, пионы стоят там от 250 и выше. А ландыши вообще очень дорогие. Очень дорогие. Поэтому, если вы хотите сэкономить, выходите замуж в мае или в начале июня. Итак, вот такой букет. Это, правда, не свадебный букет. Это просто букет из ландышей обыкновенных. С ландышевской роднушкой зеленью. И обычная упаковочка. Фетр такой вот пробитый с рисунком. И лента цвета Тиффани. Очень красивая, нежная. Мне кажется, она здесь хорошо смотрится. И вот, наверное, то, из-за чего я вообще решила сегодня снимать этот влог. Все-таки, несмотря на позднее время, это вот такая вот сумасшедшая, красивая, очень нежная композиция в ящике. Ящик, на самом деле, не такой-то уж и большой. Композиция почему-то вот такая вот уродилась. Огромная, объемная. Я сама не ожидала, что такая вот получится. Просто я увидела вот эту вот голубую гортензию и поняла, что я по ней очень соскучилась. И вот такой вот лимонный гвоздик. Ну, не лимонный, она прям светлая-светлая, желтая. Вот. И вот эти розы. Ну, такое сочетание, честно скажу, я просто вообще влюбилась. В инстаграм я выложила фотку. История я сегодня вообще все просто забросала этой композиции. Но она на самом деле красивая. Итак, состав. Гвоздика. Лимонная. К сожалению, я не помню, какой это сорт. Статица тоже лимонная. Тласпи. Зеленушка очень-очень красивая. Горячо, мною любимая. Гортензия. Как делю гортензию? Делим на веточки. И каждую веточку вставляем в пробирку. В удлинитель. Кто-то говорит удлинитель, кто-то говорит пробирка. Видите, я очень устала такая. Прислушиваюсь. Так. Кустовая роза. Также папоротник. И там еще внутри вот фисташка. Фисташка. Вот так выглядит композиция сверху. Посмотрите фотографии в инстаграм. Она вот сегодняшним числом. Сегодня 17 мая. На этом все. Я уже жду такси. Время почти 10 часов вечера. Я сегодня постараюсь смонтировать это видео. И завтра уже его утром выложить. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok